20 минут о красивой жизни в нашем большом суровом но таком харизматичном и стильном городе расскажем я и мои коллеги это beauty time на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула летние вечеринки в нашем городе проходят не только в клубах и открытых верандах ресторанов и кафе есть у нас идейные вдохновители которые собирают огромную компанию и вывозят ближайшему водоему о том как проходила сам мы коктейл пати смотрите прямо сейчас вечеринки летом бывают не только в узком кругу друзей знакомых случается так что душе захотелось праздника и как-то все само собой сложилось мы поняли что если мы хотим собирать классные интересные мероприятия нам вообще ничего не помеха ни погода не тоже не снег не град вообще нам челябинцы ничего не страшно и поэтому у нас здесь сегодня 130 человек пару месяцев назад я как раз хотела сюда попасть но пока не было дороги и тут все совпало звезды сошлись что я теперь здесь вот такие вот атмосферные домашние в какой-то степени уютные вечеринки это очень здорово что есть такая возможность встретиться со знакомыми с близкими по духу людьми и динамичниками так круто отдохнуть это только наибицы можно прийти на вечеринку в купальнике у нас же бикини не так популярны как коктейльные наряды платья гуляться это прям проблема мы вообще не знаем куда от этого деться нужно выгуливать логан девочки выгуливаем коктейльные платья или выгуливаем новые наряды обожаю я всегда только за не всегда есть что выгулить и это знаете как глоток свежего воздуха приехать выгуливать красивое платье делать прическу делать макияж наоборот здорово на самом деле побольше вот таких мероприятий поэтому организаторам большой респект очень здорово что в челябинске появилась возможность вот так отдыхать не надо устраивать такие вечеринки обязательно как говорят не место красит человека но это не совсем тот случай поскольку площадка для проведения вечеринки на берегу озера уж больно хороша мы решили ее назвать кременкуль очень много мест именно фотозон что немаловажно для девчонок потому что они ходят все фотографируются очень по европейски выглядит сама площадка где проходит само мероприятие и в принципе радушное отношение персонала это очень много значит мы все это обычная удача приехали я очень рад здесь круто до летом все по садам по огородам по отпускам мы практически сегодня в огородах только в таких огородах мало кто был поэтому решили всех сюда пригласить это действительно потрясающее место потрясающие люди сегодня собрались для нас это был посыл чтобы можно было познакомить резиденция и официально как бы сделать открытие вот для этого мы согласились и нам понравилось чтобы можно было дружеской атмосфере показать у нас будет сегодня показ вип-спа очень высокого уровня и одной виллы планировали еще ванную тоже вечеринку локация очень интересная сама занимаюсь организацией мероприятий мне было очень интересно посмотреть как и организовывать потому что на самом деле очень редко выезжаю на какие-то такие выездные мероприятия поэтому я прям впечатлена для себя я вот для себя открыла это место очень классно все особенно ландшафтный дизайн а то есть я много раз слышала что есть такое место здесь здесь первый раз локация классная очень рекомендую там кто-то на даче грядки копает кто-то в клубе очень душно а здесь есть место замечательно собраться подышать свежим воздухом пообщаться просто на самом деле же здесь же не только вечеринка то есть очень многие сюда пришли деловой целью то есть познакомиться наладить какие-то деловые знакомства я уверена что здесь собираться безусловно нужно но и о гостях все-таки тоже стоит сказать несколько приятных слов и конечно же всем поставить лайк нет здесь все с телефонами все смотрят снимают stories и делают фильтры классная на месте я там где надо никто на меня не смотрит косо что я снимаю селфи здесь есть блогеры которые очень медийные люди есть в то же время друзья организаторов есть люди которые подписаны которые пытаются прокачать через инстаграм поэтому публика очень хорошая если посмотреть сейчас на тех людей которые здесь собрались мне кажется вот он собственный ответ да и только так как мы все-таки битва блогеров и здесь и блогеры и в общем-то и медийные личности и просто наши хорошие друзья знакомые всем кому интересно такое времяпровождение блогеров я здесь вижу наверное человек 5-6 но таких крупных остальное это просто красивые интересные люди с челябинска которых в принципе не часто увидишь на каких-то дусовках и мы позиционируемся как две лены которые делают самые крутые мероприятия в самых крутых местах летним вечеринкам быть если их собирают правильные люди можно быть такой не скромный за ними конечно идут люди но здесь еще люди идут за идеи то есть сама идея интересная то что они делают люди идут за этим делом за вот этой битвой блогеров интересная днем она всех объединила и люди им верят все проходит всегда на уровне и поэтому все мы здесь еще недавно челябинцы были тяжелыми на подъем сейчас как-то все происходит легко и быстро ну что тут сказать инстаформат стильно и элегантно строго и со вкусом в тренде и с характером все это про одежду бренда меди арт деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом меди арт гарантия восторженных взглядов макароны могут быть полезными макфа исключительно из твердых сортов пшеницы сохраняет форму идеальной макфа и мой твердый выбор покупай полезные макароны одевайся свободно одевайся легко одевайся с удовольствием сеть салонов европейской одежды стрит кутюр у нас всегда новые коллекции ждем вас на сони кривой 30 и пушкина 65 это бьюти тайм программа о том что делает нашу жизнь яркой продолжаем выпуск месяц май в этом году прошел под флагом гостеприимства традиционные экзамены высшей школе сервиса и туризма совпали с уральским форумом рестораторов и отельеров здесь мы собрали отельеров и рестораторов не только из челябинской области но из соседних регионов есть представители из тюмени екатеринбурга магнитогорска курганы и так далее индустрия гостеприимства такая сфера с историей вот и происходит конечно определенные эволюционные вещи не революционные но эволюционные если перечислять какие-то базовые вещи которые должны быть и которые безусловно сами по себе эволюционируют развиваются но тем не менее как услуга остаются ну должны оставаться по прежнему качественными комфортными сейчас гости все-таки при всех своих поездках какие бы они не были деловые или туристические им необходимо что-то более индивидуально вы знаете эволюционные изменения происходят во всех аспектах например если предоставляете гостю на выбор меню подушек ну тоже такая актуальная история но если мы посмотрим на скажем так более среднеценовые сегменты мы видим что гости хотят больше времени проводить в общественных зонах и большой упор гостиничные сети и бренды делают на то чтобы общественные зоны гостиницы создать интересные чтобы люди могли где-то все спокойно поработать это встречаться позавтракать с точки зрения завтрака здесь наверное история немножко другая потому что знаете здесь эволюция она в том что появляется например больше приверженников там здоровой еды если вы оцениваете вашу целевую аудиторию как потенциально разнообразную с точки зрения этих потребностей да то есть и начинаете внедрять некоторые программы себя в плане здорового питания вы тоже получаете какую-то дополнительную там а целевую аудиторию но может быть не с точки зрения именно завтра когда то есть но какое-то количество лояльных гостей которые понимают что именно в вашем отеле да то есть они получат то что они хотели бы собственно при прибытии в этот город да то есть увидеть на завтра потому что для них это уже как бы норма жизнь вообще у нас мало внимания уделяется каша ведь действительно каша че-то каша пища наша это действительно так ресторан это всегда про еду а еще про стиль жизни уровень дохода и образования про вкус модные тренды менталитет и культурный бэкграунд раньше мы хотели показать что еда это 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 искусство она может быть искусство процесс еды это процесс не только гастрономический он эстетический сейчас все продвинутые предприятия гостеприимства в том числе рестораны отели они должны стараться работать в парадигме экономики впечатления то есть они должны продавать не если мы говорим о ресторанах они должны продавать не блюда они должны продавать впечатление то есть продавать те же блюда но как впечатление то же вино но как впечатление тот же номер в отеле но как впечатление Потому что людям нужны впечатления. Люди очень быстро ко всему привыкают. И впечатление, да, сегодня оно такое, завтра нужно подумать, как создать другое впечатление, но только так. Потому что меняется рынок, меняются требования. И, собственно, не учитывать это, наверное, было бы с нашей стороны, я говорю о себе, о нашей подготовке специалистов, молодых ательеров, было бы просто упущение. В ресторанной сфере не задерживаются люди случайные. В профессионализм всегда заложена некая составляющая, которую не отразить ни в бизнес-плане, ни в технологической карте. Обычно на втором-третьем курсе ребята уже понимают, стоит продолжать, либо не стоит. Очень много студентов уходит после первого курса. Место здесь тем, кто не хочет ничего добиваться, нет желания чего-то добиться в жизни. Те, кто инициативный, кто любит заниматься какими-нибудь такими организационными моментами, очень понравится эта сфера, потому что здесь столько всего и общительность, и доброжелательность, и построить порядок действий в своей работе. Это столько всего, получается, и ты выходишь из-за комплекта. Поэтому люди, кто ничего не хотят, здесь сложно будет даваться. Когда вы приходите в заведение, и если есть девушка на ресепшн, хостес и все остальные, она прекрасно выглядит, но она не улыбается. Садитесь за стол, и официант тоже не очень улыбается. На мой взгляд, именно эти люди являются лицом заведения в первую очередь, именно по ним судят о заведении, и потом только уже интерьер, и потом уже только блюдо. Потому что я миллион раз замечал, если официант профессионален, если гостеприимство является гостеприимством, даже небольшие проблемы по кухне, по цене, по отсутствию мест посадочных, все равно это очень сильно нивелируется. Ресторанные тренды – это тема историческая, географическая, немного технологическая и даже политическая. В последние буквально пять лет реальная тенденция импортозамещения – объективная причина экономическая, и нормальный интерес к гастрокультуре именно регионов. И это правильно. Я уже приводил пример Японии. Суши у нас, сразу Италия, пицца. Надо изобретать такие же истории у нас в каждом регионе. На мой взгляд, это самое правильное. Сейчас технологии и опыт поваров позволяет создавать новые блюда на основе как технологий, так и продуктов, которые есть здесь и сейчас. Если мы научимся совмещать целесообразность финансовую со вкусом и с умением повара создать хорошее блюдо, тогда все получится. Когда просто было огромное количество ресторанов, таких общеуниверсальных, да, то есть когда в одном меню было масса всего, начиная там от хинкали, пиццы, заканчивая там суши. Сейчас главная тенденция, что рестораторы и шеф-повара поняли, что для того, чтобы что-то делать хорошо, нужно посвятить себя этому и ограничиться чем-то одним. И это правильно, модно открывать. Если ты занимаешься мясом, то открываешься ты халст. Если ты разбираешься, и у тебя есть возможность перевозить хорошую рыбу, значит ты делаешь суши-бар. Это главная, наверное, тенденция. При этом современные технологии – это в первую очередь то, что к нам приходит с Западной Европы. А там те технологии, там сювид, копчение и так далее, различные низкотемпературные вяления и так далее, dry age, то есть мясо продолжительного вызревания – это все приходит с Европы. Мы это тоже приходим к этому, потому что у нас сейчас появляются продукты, которые можно использовать каждый день, и они есть в нужном объеме. Именно поэтому сейчас целесообразность в этом есть. Ранее с этим были большие проблемы, потому что многие использовали в основном замороженную продукцию, я имею в виду в частности мясо, и многие использовали, ну скажем так, больше импортного. Сейчас все-таки более натуральное, более наше, отечественное, и на мой взгляд это дает хорошую перспективу. Главное, чтобы у человека была мера вкуса, в том, чтобы он не свалился совсем а-ля рус, но и не свалился в молекулярную. Общаться с рестораторами или шефами так же интересно, как с артистами или искусствоведами. Может потому, что каждый из них в душе художник, да пожалуй не только в душе, но и на рабочем месте тоже. Я адаптирую блюда под наш менталитет, использую русские продукты, но техники, сочетания я использую совершенно разных кухон из всего мира. Практически каждое блюдо это смешение совершенно разных кухон. Сейчас у нас в меню есть севиче из ладожского сигарда, с соком абхазских мандарин. У нас есть корюшка жареная в темпоре с муссом из домашнего майонеза, васаби и сгущенок. То есть это азиатские техники, итальянские. У нас есть паста с крабом из ржаной муки, паста из ржаной муки с крабом. Это время итальянской кухни, японской, перуанской, какой угодно. И если работа повара порой напоминает процесс создания произведения искусства, то высокий ресторанный сервис похож на театральное действие, или скорее на ритуал, со множеством правил и условностей, известных только посвященным. Воскоклассный сервис – это дорога с двусторонним движением. Безусловно, в первую очередь такой высококлассный сервис должны уметь проводить сотрудники. То есть они должны быть компетентны, они должны быть компетенцией, соответствующей требованиям времени, тенденциям, допустим, в этом бизнесе, знания визуальных техник, давно уже практикуемые, это раз. Но, понимаете, когда готовы сотрудники, но не готовы гости, такой высококлассный сервис провести невозможно, потому что мы можем выложить энное количество самых редких приборов, можем сделать красивую, изысканную сервировку, но когда гусь сядет и начнет путать приборы, бокалы, и вообще как-то ему будет неловко, от этого вся атмосфера мгновенно разрушится. Поэтому я бы посоветовала интересоваться правилами этикета. Читать литературу какую-то, есть множество видео по сервису, просто большой опыт ходить по ресторанам. Приходя опять-таки в ресторан, вы должны расслабиться, получать удовольствие и не стесняться, ни в коем случае не стесняться, спрашивать, уточнять у официанта те моменты, которые, допустим, вам не понятны. Нам намного легче помочь гостям, рассказать это все. Мы думаем у них только так, чтобы, как было бы лучше вам. Мы все готовы для этого сделать вообще. И когда меня спрашивают, я думаю, что да, я готова рассказать все, что я знаю, только спросите. Говорить плохо о гостях, непрофессионально, неполиткорректно, неприемлемо. Но это не значит, что такой проблемы не существует. Шеф-повар, как мы выяснили, в чем-то художник. А художника обидеть может каждый. Приготовьте мне это с этим, а это без этого. То есть мы относимся с пониманием к людям, у которых есть аллергии и непереносимости. Все остальное – это мой авторский взгляд на кухню. И как бы либо ты его принимаешь, либо ты идешь в то место, которое ближе тебе по вкусу, по душе. Хамство, мне кажется, со стороны гостя, оно может быть разного уровня. Это не просто отказаться заплатить за счет, это хамское надменное отношение к официантам, о которых я выше говорил, и должны улыбаться. В российском обществе постсоветское расслоение гражданского общества, к сожалению, привело к тому, что есть ощущение, что одни люди лучше других. А это не так. Теперь об идеальном госте. Начинающие и уже успешные специалисты видят его по-разному, но все же общее явно прослеживается. Идеальный гость – тот, который понимает, зачем он пришел в ресторан, чтобы не просто поесть все-таки, а чтобы насладиться какими-то блюдами, которые ест правильными приборами и пьет из правильных бокалов правильные напитки. Он должен быть открытым, прежде всего. У него не должно быть каких-то завышенных ожиданий, предубеждений, ну и вообще каких-то жестких стереотиков. Это я ем, это не ем, это можно сочетать, это нельзя. На самом деле все абсолютно условно, все зависит только от того, как все это приготовили. Мне кажется, идеальные гости – это те, которые интересуются блюдами, в первую очередь, потому что официант – это задача рассказать о блюдах и продать больше, конечно же. И когда гости интересуются блюдом, спрашивают, что туда входит, что, как, как приготовлено. И официант это вдохновляет, потому что он начинает рассказывать, и он раскрывается совсем по-другому. И я думаю, что это идеальный гость, которому интересно то, что он ест, и вообще, что вокруг него. Есть три категории гостей. Первая категория, которая открывает меню и смотрит по правой колонке, есть по левой колонке. А есть уже появились люди, которые не открывают меню, начинают общаться с официантами, выясняют максимум информации о кухне, о блюде. Ну и напоследок комплимент от шеф-повара. Красивый, изысканный, а самое главное – правдивый. У вас хорошие повара. Я бываю не первый десяток раз уже в Челябинске, у вас адекватная ситуация с кадрами, слава богу, у вас все хорошо. И им найти вкусные местные продукты, и уже придумать на основе них, может быть, даже традиционные советские, постсоветские, русские блюда, и это будет вполне достаточно. Энсо. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensostyle.ru Уютный шоппинг для всей семьи в самом центре города с парковкой. Торговая галерея «Аллея» на труда 166. Салоны мужской, женской и детской одежды. Гардероб деловой женщины от европейских и российских брендов. Клубные, коктейльные и кэжуал образы для стильных красоток. Полноразмерные коллекции для больших людей. А также джинсы, сумки, пижамы и купальники. А еще здесь знают секрет идеальной фигуры. Он в удачно подобранном корректирующем белье. Торговая галерея «Аллея». Наверняка вы уже здесь бывали. Это прямо над гипермаркетом «Спарк» на труда 166. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирова, 159. Официальный хэштег нашего телевизионного проекта «Бьюзи Тайм» нижнее подчеркивание ТВ. Ищите нас в Инстаграм, Фейсбук и Вконтакте. А также на нашем Ютуб-канале и сайте bt31tv.ru. На этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Ателье «Модный дом».